Программа «Автостоп» снова на войне. Ничего не подумайте, просто открылся зимний сезон гоночных войн. А это значит, что мы снова ведем свой репортаж, чуть не сказал, со льда Чудского озера, на самом деле со льда заводского пруда города Магнитогорска. Еще вы, передача «Автостоп», давний и самый постоянный партнер, организатор разного рода покатушек клуба «Форсаж». Что новенького в нынешнем сезоне? Старая добрая шина «Снежинка», «Снежинка», мастерски зашипованная. Меньше двухсот иголок на колесо и вас просто засмеют. А также большое количество восьмерок, в смысле ВАЗ-2108. Причем попадаются экземпляры на первый взгляд вообще без двигателя. Но едут такие на удивление. В чем секрет? В роторно-поршневом двухсекционном двигателе имени Ванкеля. 140 лошадиных сил. Но, кстати, и обыкновенные, правда, доработанные вазовские везут по трассе не хуже. Да и, честно говоря, здесь мощность не главная. Главное – прокладки между рулем и сиденьем. И в регулировке – впрыска адреналина в горячие головы. Регламент соревнований. Два круга по льду за наименьшее время. Количество участников, пока зимний этап набирает обороты, нельзя назвать впечатляющим. Но, благодаря нашей информационной поддержке, вы теперь знаете, где можно и нужно одерживать победы. Надо льдом и над собой, а не над бутылкой и печенью. Лед общий, а печенка у вас одна. А для тех, кто боится попасть в репортаж со дна заводского пруда, скажем, что после двухнедельных бесснежных морозов в январе, есть опасения, что по Уралу можно будет ходить пешком даже в мае. Промерзла речка, кажется, до дна. Заезд новенькой Subaru Imbraza под управлением наших друзей из Tokyo Motors. Это виллы в бок тем, кто прикрывает свое неумение гонять опасениями за целостность кузовных деталей. И еще, этот красный болид из созвездия Плеяды, который так эффектно нарезает круги, использует стандартную зимнюю резину. И хотя этот пробный выезд на лед не принес абсолютной победы над специально подготовленными к этому делу машинами, Но и время показано далеко не последнее, и тест-драйв получился, что надо. А победил в этой гонке отечественный передний привод, проехавший два круга меньше, чем за две минуты. И на марке пора отстоять честь и оправдать, наконец, кредит доверия магнитогорцев. Все на лед!